Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 9 декабря. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы. Я, Юрий Смирнов. И я, Юлиана Шахова. Программа «День веков. Хронограф» поздравляет всех телезрителей, родившихся в этот день. И желает вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго. 9 декабря в разные годы и столетия родились многие известные люди, среди которых... Густав II, Северный Лев, шведский король, лидер протестантов в 30-летней войне. И Клод Бертоле, французский химик, определивший состав природного газа. Английский поэт Джон Бильтон. И русский археолог, художник, автор первого исследования по истории русского костюма Алексей Оленин. Теоретик анархизма князь Петр Алексеевич Крафоткин. И американский киноактер Кирк Дуглас, известный по фильмам «Викинги», «Ученик дьявола», «Спартан». Российский поэт-пародист Александр Александрович Иванов и российская актриса Татьяна Кравченко, снявшаяся в картинах «Васса», «Город невест». Сегодня 9 декабря. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в мировой истории произошли следующие события. В 536-м византийские войска взяли Рим, очистив Италию от Остготов. И в 656-м в битве у Басры войска арабского халифа разбили армию местных повстанцев. В 1836-м состоялась премьера оперы Глинки «Жизнь за царя». В 1842-м в Англии была выпущена первая рождественская открытка. И в 1923-м в СССР был основан литературный журнал «Звезда». В 1929-м газета «Правда» впервые выдвинула лозунг «Пятилетку в четыре года». В 1931-м Испания была провозглашена республикой. В 1941-м Китай объявил войну Японии, Германии и Италии. В 1960-м пущена в строй «Волжская ГЭС». В 1961-м эсэсовец Адольф Эйхман был признан израильским судом, виновным в военных преступлениях. 9 декабря 1801-го года в монастырской тюрьме скончалась Дарья Николаевна Салтыкова, известная в российской истории мучительница своих дворовых людей Салтычиха. Следствие по делу помещицы Дарьи Николаевны Салтыковой шло 6 лет и установило, что за десятилетия она погубила более 100 человек, преимущественно женщин. Однако на следствии Салтыкова все отрицала. Ее приковали к столбу на площади, повесили на шею доску со словами «мучительница» и «душегубица», а затем заключили в Московский Ивановский женский монастырь. Там она просидела 33 года до самой смерти. Сначала в склепе под соборной церковью, потом в застенке. Когда любопытные собирались у окошечка за железной решеткой ее застенка, Салтычиха ругалась, плевалась и исовала руку сквозь открытое окошечко. Умерла она 70-летней старухой, так и не раскаявшись в своих злодеяниях. Девятого декабря 1825 года великий князь Николай Павлович Романов спустя неделю после неожиданной смерти брата императора Александра I вместе с войсками присягнул на верность старшему брату Константину, который в ту пору был в Польше наместником русского царя. «Дорогой Константин, – писал Николай брату, – предстаю перед моим государем с присягою, которую я ему обязан и которую уже принес ему, так же, как и все меня окружающие в церкви в тот самый момент, когда обрушилось на нас самое ужасное из всех несчастий. Как состражду я вам, как несчастны мы все, Бога ради, не покидайте нас и не оставляйте нас одних, ваш брат, ваш верный на жизнь и на смерть подданный Николай». Николай не знал, что Константин отказался от прав на трон и что именно ему предстоит зайти на престол. Оформление завещания в его пользу было совершено в тайне и известно о нем стало только в роковой день восстания на Сенатской площади. Все эти дни Россия оставалась фактически без царя. Неразбериха в верхах, смущение в войсках, присягнувших сначала Константину, а затем вынужденных вторично присягать уже Николаю, создали благоприятные условия для реализации планов дворянских революционеров. Они намеревались вывести войска под командованием членов тайного общества в декабре 1825 года, в день переприсяги на Сенатскую площадь, к зданию Сената и заставить сенаторов издать манифест к русскому народу. В манифесте предполагалось объявить о низложении прежней власти, о создании временного правительства, о ликвидации крепостного права, а также провозглашались свобода печати, вероисповеданий, равенство граждан перед законом, уничтожение рекрутчины и тому подобное. По замыслу заговорщиков, Временное правительство должно было немедленно созвать учредительное собрание для решения вопроса о социальном и политическом строе России. Однако, чем закончилось восстание декабристов, хорошо известно. Сегодня 9 декабря. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь о событиях за рубежом в давние времена. 9 декабря 656 года в битве у Басры войска арабского халифа разбили армию местных повстанцев. У стен города произошла кровавая битва войска халифа Али с мятежниками, которых вела в бой вдова пророка Айша. Силы халифа составляли 29 тысяч человек. Против них было собрано еще больше, но воинская выучка сторон была несоизмерима. Потому на тысячу погибших воинов халифа пришлось почти 17 тысяч мятежников. Битва вошла в историю под названием «Верблюжье» или как «День верблюда», так как вдова пророка в ходе всего сражения восседала верхом на любимом верблюде. 70 человек, державших верблюда за узду, были убиты, но мятежники и не думали сдаваться, видя свою предводительницу. Только когда Али приказал подрезать ноги животному, сражение завершилось. Айшу, как почетную пленницу, отправили в Медину, где она прожила еще более 20 лет. 9 декабря 1842 года в Англии была выпущена первая рождественская открытка. Государственный чиновник сэр Генри Коул придумал для близких оригинальное поздравление рождественскую открытку с рисунками художника Джона Хорсли, своего друга. Джон Хорсли придумал украсить открытку настоящим рождественским триптихом. В центре художник поместил семью сэра Генри Коула, сидящую за рождественским столом, по бокам расположил картинки, призванные напоминать окружающим о милосердии и сострадании этого добропорядочного английского семейства. Изображение дополняла звучная подпись «Веселого Рождества и счастливого Нового года». Открытка имела бешеный успех. Это натолкнуло Коулов на мысль, что подобные открытки, если их продавать всем желающим, могут принести неплохой доход. С оригинала было отпечатано около тысячи экземпляров, и за каждую открытку Коулы получили по шиллингу. Это были очень большие деньги. Но при этом семейство было уверено, что интерес публики к рождественским открыткам не более чем сиюминутная мода, а не бизнес. В этом они ошибались. С 1860-х производство открыток было поставлено на поток. В Россию первые рождественские открытки пришли из Англии в 90-х годах XIX века. Причем предприимчивые купцы покупали только такие, на которых рисунок не сопровождался надписью на иноземном языке. Ее потом наносили на русском. Дело было хлопотное, а потому и продавали открытки по рублю, а то и дороже. Затем открытки стали печатать за рубежом, преимущественно в Германии, специально для России, по заказу крупных книжных лавр. А пересылать по почте открытки стали в России с 1894 года, когда министр внутренних дел, в ведении которого находился почтовый департамент, подписал соответствующее распоряжение. Дело в том, что первые открытые письма без иллюстраций были введены в обращение в Россию в 1872 году, но право их выпуска было предоставлено только почтовому ведомству. В соответствии же с распоряжением 1894 года через почтовый департамент стало возможным пересылать бланки с иллюстрациями, выпущенные частными издателями. При этом адресная сторона открытки должна была иметь такое же оформление, как у стандартных карточек почтового департамента. Это разрешение было дано в ответ на многочисленные просьбы русских предпринимателей, которые обращали внимание правительства на то, что в западноевропейских странах иллюстрированные открытки уже прочно вошли в почтовое обращение, а в России их выпуск искусственно сдерживался. Таким образом, в 1894 году появились первые иллюстрированные открытки, изданные в России. Первые рождественские открытки были выпущены с благотворительной целью Петербургским попечительным комитетом о сестрах Красного Креста «Община Святой Евгении» для получения дополнительных средств на содержание больниц, амбулатории и курсов сестер милосердия. К Рождеству 1898 года «Община Святой Евгении» издала серию из десяти открыток по акварельным рисункам известных петербургских художников. И хотя на этих открытках не было утвердившейся в последующем надписи с Рождеством Христовым, они были и по замыслу издателей, и по сюжетам рисунков первыми русскими рождественскими открытками. Редактор субтитров А.Семкин